Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего занятия – рабство в Древнем Риме. История рабства в Древнем Риме восходит к тем далеким временам, когда и разницы-то по существу между свободными и рабами почти не существовало. Дело в том, что рабы жили в семьях, питались так же, как и их хозяева, были примерно те же самые условия, более того, считались по существу младшими и несамостоятельными членами семьи, или, как говорили сами римляне, фамилии. Более того, рабы даже носили имена, которые были связаны с именами их владельцев. Например, у римлянина Марка был раб Маркипор, а у римлянина Луция раб звался Луципор. С течением времени рабов делалось все больше, и римляне все больше зависели от них. Даже самый-самый бедный римлянин обязательно имел одного-двух рабов или рабынь. Как правило, городской житель среднего достатка являлся счастливым обладателем 15-10 невольников, а те, кто проживали в сельской местности, как правило, владели не меньше, чем 20-ю рабами. Вот таким вот образом развивалось рабовладение в Древнем Риме с течением времени. У богачей имелись совсем уж редкие невольники – учителя, врачи, танцовщицы. Они считались необыкновенно дорогими и, как бы мы сейчас сказали, престижными. Однако, где бы ни жил раб, какое бы положение он не занимал, чем бы он не занимался, все равно он оставался вещью, бесправной вещью и говорящим орудием. Римский рабовладелец был хозяином жизни и смерти своего раба. Провинившихся сажали в тюрьмы, эргастулы. Если раб пытался бежать, его могли сечь, казнить. Как правило, использовалась казнь распятия на кресте. Мучительная и позорная, которую, как правило, использовали именно в отношении рабов. В Риме существовало три источника пополнения рабов. Первый и основной – это военнопленные и жители завоеванных территорий. Второй источник – это дети, рожденные рабынями. Еще одним источником было долговое рабство. Однако в 326 году до н.э. произошло событие, которое его отменило. Первоначально рабов в Риме было совсем немного, и только во II веке до н.э. в связи с блистательными военными победами. Их становится все больше и больше. Соответственно, ухудшается и отношение к ним. Ведь то, чего много, не принято ценить. Особенно сложно жилось тем рабам, которые были заняты в сельском хозяйстве. Как правило, это были рабы, проживавшие в богатых имениях римских землевладельцев. Посудите сами. Целый день они были заняты тем, что выжимали масло из оливок, делали вино, занимались прочими сельскохозяйственными работами. А что в качестве награды? Маленькая коморка, возможность жениться на рабыне. Причем дети от этого брака тоже были рабами, и хозяин мог ими распоряжаться. И никакой надежды на то, чтобы когда-нибудь выкупиться на волю. Разве что управляющий, велик мог подкопить денег и так-таки стать вольноотпущенником, то есть римским гражданином низшего разряда, но зато свободным. Намного лучше, чем сельским рабам, жилось рабам городским. Они могли быть и секретарями, и врачами, и учителями в богатых домах. Более того, они могли быть отпущены на волю по завещанию своего владельца. В таком случае рабы получали частично имя своего господина. Дело в том, что раб Марка Тулия Цицерона по имени Тирон, когда стал вольноотпущенником, приобрел себе новое имя Марк Тулей Тирон. Самых сильных и ловких рабов забирали в школы гладиаторов. Там из них готовили будущих бойцов, которые должны будут развлекать римскую публику. После долгих и изнурительных тренировок в специальных школах гладиаторов их выпускали на арену. Сражались гладиаторы в разных доспехах, которые в зависимости от их вида давали название самому гладиатору. Были гладиаторы фракийцы, сомниты или галлы. Победитель мог быть отпущен на свободу или награжден достаточно большой денежной суммой. Правда, справедливости ради следует сказать, что редко кто из гладиаторов переживал 10 боев. Римляне не видели ничего страшного в этих кровавых зрелищах. Более того, они считали их нормальными. Как тут не вспомнить строки из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова. «Ликует буйный Рим, торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена. А он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и в крови скользят его колена». Были римляне, которые понимали всю ненормальность подобных развлечений, но их было очень мало. Среди подобных сознательных римлян хотелось бы назвать Луция Анния Сенека. Это философ. И не странно, что во время раскопок в Капуе на стенах одной из гладиаторских школ было найдено имя Сенека, которое выцарапал кто-то из рабов. Неудивительно, что при такой тяжелой жизни рабы пытались сопротивляться. Они убегали, поднимали восстание. Если беглого раба ловили, то ему на лоб накладывали уродующее клеймо. Отсюда пошло наше современное выражение «на лбу написано». Существовал в Риме специальный закон, который предписывал казнить всех рабов, которые находились в доме, если в этом доме был убит рабом их господин. В первом веке нашей эры было казнено однажды 400 рабов. Сенат долго сомневался, не бесчеловечно ли это, но потом постановил, зато впредь неповадно будет. В следующий раз рабы обязательно остановят своего собрата, который задумал недоброе. Существовала и пассивная форма протеста. Рабы старались не очень хорошо работать, ломали орудия труда, одним словом, всячески проявляли свою строптивость. Так как рабы работали плохо, то Рим постоянно нуждался в притоке свежей рабочей силы. Орудия труда все время ломались, приходилось компенсировать не качеством, а количеством работающих. Таким образом, уже в третьем веке нашей эры можно говорить о том, что Рим постепенно приходит в упадок. И невзирая на то, что Рим пал в пятом веке нашей эры под ударами варваров, конец его был предрешен задолго до этого срока. На этом наше занятие закончено. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.